Иван Сергеевич, прошло два месяца, как Вас назначили исполняющим обязанности главы администрации города Горловки. За такой сравнительно короткий срок, что удалось сделать, каких результатов достичь? Ну, смотрите, Константин, начнем с основы. Самое главное, наверное, что нам удалось достичь, это мы изменили полностью коммуникацию общения учителей Горловки с администрацией и руководством города. В каком смысле и как это выглядит? Дело в том, что ранее жители Горловки не могли спокойно попадать в руководство. Они уставили длиннющие очереди для записи на прием, не всегда их там принимали, не всегда предыдущие мэры выезжали, проводили сходы граждан. Мы это начали делать регулярно, раз в неделю у нас сход граждан. Четыре дня в неделю я принимаю. Все мои заместители, все начальники, все главы администрации районного города открыли у себя страницы в соцсетях. Сейчас полностью они доступны. Отвечают на вопросы в онлайн, когда задают. И я, чего грех отрить, иногда до двух часов ночи отвечаю на вопросы. На обычные вопросы житейские, которые во многих людей. И это очень важно, потому что люди видят о том, что они нужны. У нас же как у чиновников бытовало раньше мнение, особенно в Украине. Не мы для людей, а почему-то люди для чиновников. Это абсолютно неправильно. Мы полностью перестроили эту работу. Во время посещения нами сходов граждан, на поселке Зайцево, поселке 6-7, в Загляновке, людьми были заданы ряд вопросов, которые глобальны. Такие, как у некоторых, как на поселке 6-7, на поселке, кстати, Шарты Гагарина, в Зайцево не было ни аптечных пунктов, ни фельдшерских пунктов. Людям приходилось за лекарствами ехать чуть ли не в центр города. Мы в этом плане свои обещания практически выполнили. Открыты фельдшерские аптечные пункты на поселке Гагарина, на поселке Зайцево, на поселке 6-7 мы также выдаем еще и бесплатные лекарства. На сегодня мы открыли на Бессарабке аптечный пункт. Но это связано исключительно с тем, что не так просто подыскать помещение, аптека это все-таки медицинское заведение. Поэтому мы сейчас, к концу этой недели заканчиваем именно с помещением и через полтора недели откроем аптечный пункт уже и на поселке 6-7. Одна из самых основных проблем такая же, это транспортная проблема. Автобусы ходят недолго и количество рейсов очень маленькое. Связано это безусловно с состоянием подвижного автопарка, а это напрямую завязано с состоянием дорог. Второй основной вопрос, чтобы было понятно, в течение 23-х лет дороги в Горловке не делались вообще. При Украине? При Украине, да, безусловно. Их априори нет. Вот в 2012 году была сделана дорога, которая на выезд с Артемовска ведет центральная трасса. Ее сделали к Евро-2012. Вот она более-менее живая, все остальные дороги нет. За два месяца мы уже освоили порядка, сделали порядка 3000 квадратных метров дорог. До конца года мы еще освоим порядка 40-50 миллионов рублей. Это будут отремонтированы основные маршруты по движению автотранспорта, именно транспорта общественного. Это и на поселок Шест-Сем мы отремонтируем дорогу, и на Кали, по Никитовскому району, который центр города ведет, и на довыезда из Янайки. То есть основные маршруты транспортные, где автобусы ходят. Потому что не секрет, что, к сожалению, автобус не выхаживает больше, чем 2-3 недели, он становится на ремонт. Ну, такие наши цели, такие задачи, мы к ним движемся, стараемся. Иван Сергеевич, вот с момента назначения вас на данный пост в разы увеличилось количество публикаций в украинских масс-медиа. Недавно вас отравили, если я не ошибаюсь. Как, чем, кто отравил, чем отравились, сколько в больнице пролежать? Ну, к сожалению, я очень часто сталкиваюсь с такими случаями, когда украинские СМИ пытаются меня похоронить. Это хоронят меня уже не первый раз, отравили, правда, первый раз. К сожалению, да, недавно скончался мой командир, командир Беляды Каниус, у него был инсульт, ни с каким отравлением связано это не было. Но украинская пресса решила это все привязать и ко мне, поэтому было выкинуто 2 фейка таких. Один был в августе выкинут, второй был выкинут в начале сентября. Но хочу вам сказать, что фейк очень качественный, потому что даже мама мне звонила, а мне не верила, и спрашивала, где я сейчас нахожусь. Я пытался ей объяснить, что я нахожусь на рабочем месте. Ну вот, поэтому и многие люди... Я думаю, это связано с тем, чтобы очернить республику, показать, что вот здесь беспредел, какой это творится. Ну, это все. Мы к этому же привыкли, люди, которые здесь живут, они это понимают. Ну, дело не ограничивается, насколько я понимаю, публикациями в украинских СМИ. Атака на вас, вот эта информационная атака, не так давно, насколько мне известно, у вас взламывали электронную почту и личную страницу в сети Facebook, где вы как раз общаетесь с гражданами. У вас есть какие-то соображения, кто это сделал и для чего? Да, страница была взломана не один раз, а два, причем взломана очень качественно, мы с большим трудом их восстановили. Но черпать оттуда информацию практически невозможно, кроме той, что я общаюсь с людьми, когда они мне пишут о том, что где-то колодец забит, или лавочку можно поставить, или дорогу отремонтировать. Ради бога, если они этой информацией пользуются. Я думаю, что это тоже связано с дестабилизацией ситуации. И нам сейчас доподлинно известно о том, что некоторыми службами с той стороны создана группа специальная, которая работает по Горловке. Мы сейчас обратились в МГБ со своим заявлением. Создано несколько фейковых аккаунтов, которые сейчас уже пишут в соцсетях, которые призывают людей выйти на улицы. В частности, это касается ремонта дорог, о том, что никто ничего не делает. Но при этом все забывают, что Украина их не ремонтировала. Но мы как раз их начали делать сейчас. И глава республики четко дал задачу, установку именно по дорогам и по социальной направленности в Горловке, чтобы люди чувствовали, что они нужны. Таким образом пытают нас очернить, показать, что власть республики не работает. А мы доказываем это обратно. И я хочу вам сказать, Константин, что мы очень горды тем, что у нас не было, нет и не будет ни одной фейковой страницы, которую бы мы использовали. Все люди, которые нам пишут, обращаются, которые комментируют, это все страницы живые, там люди, живые люди. Поэтому мы считаем, что это наше большое достижение. То есть я правильно вас понимаю, что создана противником вот эта сетевая группа, цель которой дестабилизация обстановки, создание социальной напряженности в Горловке? Да, безусловно. Я же вам говорю, в нескольких комментариях уже сейчас звучат призывы выйти людям на улицы, начать милинговать по поводу состояния дорог. Более подробно, как на нетание социальной атмосферы в городе, я назвать этого не могу. Поэтому мы были вынуждены обратиться в Министерство безопасности, они сейчас этим занимаются, выявляют этих людей. И к людям я обращаюсь, которые нас сейчас будут слушать, и слушают. Не верьте слухам. Если мы очень доступны в коммуникации везде, можете обращаться к нам напрямую, мы напрямую скажем, где опишем ситуацию. На днях мы выложим в общий доступ ситуацию по тому, что мы сделали за два месяца. Мы обязательно опубликуем эту информацию, она будет доступна. Иван Сергеевич, до конца года что в планах по Горловке, какие наиболее важные аспекты хотите затронуть до хозяйственной деятельности, что хотите успеть до конца года сделать, помимо дорог. Социальная сфера медицины. Мы, кстати, в Кантелеймоновке благодаря неравнодушным людям отремонтировали флюоргов, передали нам аппарат для искусственной вентиляции, для скорой помощи. У нас полностью все настроено сейчас на социальную сферу. Мы должны докончить ремонт школ. Обязательно запустить систему отопления. Ведь дело в том, что, если не секрет, по 88-м кварталу у нас отопление 37-этажных и 9-этажных домов занималось частная котельная. В какой-то момент в том году они начали немножко выделываться, поставили условия республики. Республика пошла на то, что несмотря на финансовые затраты, сейчас заканчивается монтаж с четырех котельных по 88-м кварталу. И все это будет запитано тепло от котельных республики. И мы не будем нуждаться в услугах частников, которые у нас еще и шантаживают. Которые в конечном итоге еще должны Донбасс газу загасываться. Задача власти Мурловки быть лицом к людям и доступными в любое время. И также мы провели, если вы знаете, Константинов, уже три культурного массовых мероприятия. Одно было в рамках Дня города. Выступал у нас Ласковый май. Было у нас много карнавального нашествия. Алексей Поддубный приезжал, группа жалов. Алексей Поддубный был в прошлый раз. И у нас выступал еще Сережа Маховиков, знаменитый российский актер, патриот большой. Ему ближайший поклон. Он, кстати, помог нам флеров отремонтировать. Хочу сказать Горловчанам, что у нас есть еще два сюрприза, которые у нас будут в ближайшее время. Полтора-два месяца. Да, я люблю немножко поинтриговать. Я пока не скажу, что это будет. Но скажу, что это будут две группы уровня не ниже Джага. Иван Сергеевич, в завершение нашей беседы не могу не задать вопрос, который волнует людей, которые читают у нас в социальных сетях, в интернете. Поселок Зайцево, северная часть Горловки. Школа находится в зоне боевых действий. Школа сейчас не работает. Как с детьми? Начался учебный год. Ну, давайте вот, мы не будем застряться на слове школа. Да, действительно, это была школа, но она находится на линии фронта, и там нет давно детей. Дети учатся? Нет, нет, нет. Дети, конечно, учатся. Дети, я сейчас говорю. Дети сначала тут вот учились, в садик ходили, которые вот там же, в Зайцево. Но, к сожалению, полтора месяца назад садик попал под обстрел. Он тоже поврежден, поврежден остекление. Сейчас порядка ста детей. Мы вывезли в другую школу в Пантелеймоновке, в Никитовке. Тремя автобусами, как бы, в этом проблеме нет. Все детки в школе, все детки в садиках. В этом плане проблем нет. Ну, и мы общались с главой поселкового совета Зайцева, Ириной Декун, и от нее нам стало известно, что вы первый мэр в Горловке, да, за вот эти два года, который выезжал непосредственно в поселок, да. Планируете ли вы продолжать данные выезды, да, вот в отдаленные районы Горловки, и какие вообще планы по вот этим поселкам, которые подвергаются наиболее интенсивным обстрелам? Ну, может, я открою кому-то тайну. Я в Зайцево выезжаю два раза в неделю. Не всегда я это афиширую. Я хожу, приняю соприкосновения, мы смотрим, занимаемся там ЭТП. Это связано с вопросами безопасности. Да, и водоснабжения. Нет, это как раз связано с коммунальными вопросами. Просто я это не афиширую. Ну, то, что не афишируете. Да. Да нет, просто мы занимаемся рабочими вопросами, для этого не нужно собирать людей. Ну, ситуация в поселке Зайцево, в поселке 6-7, я владел полностью, я туда езжу минимум один раз в неделю в каждой. Мы продолжаем нашу программу по встречам с людьми. Это будет, если поселок Молочный и Калининский район. К сожалению, я один не могу охватить все там за две недели, с этим встретиться невозможно. Заводка очень большая, и площадь, как вам известно, на 80 километров больше, чем Донецк. Но мы, как обещали, мы доедем до каждого поселка, встречаемся здесь с людьми, и у нас есть установка такая, у нас и своему коллективу и это поручают. Если мы не можем сделать, мы обещания пустую не даем. Мы говорим так, как есть, говорим правду. Но если мы пообещали, мы это делаем. Пока то, что мы обещали, все выполняется. И, кстати, я вам хочу сказать и выразить огромную благодарность Лави Республике, которая слышит горловку и максимально нам помогает. Вопросы, кстати, финансированы, потому что некоторые вопросы требуют финансированы. И большому за это спасибо. Спасибо. к главам Ивана Сергеевичу и успехов в работе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok